Добрый день, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно». И мы ее ведущие, Лена Андреева и я, Ларина Сукуева. Наше шоу «Телеактивно» — это игра для общения. Она основана на обмене идеями между игроками, поэтому в игре используются все обычные формы общения. Мимика, вербальные и графические описания. А все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. Это очень веселая и азартная игра. Итак, мы рады представить вам наших участников. Это Елена Закирова, Максим Им и Дана Львова. Троица представляет школу номер 29 города Якутска. Максим Им — ученик 11 класса, увлекается футболом, географией. Занимался дзюдо, активно пропагандирует здоровый образ жизни. Обладатель золотого знака ГТО. Максим — призер и участник Всероссийской олимпиады школьников по географии. Планирует поступать на геолога. Активист и организатор многих школьных мероприятий. Входит в совет старшеклассников. Добрый, отзывчивый, ответственный, скромный и воспитанный. Дана Львова — одноклассница Максима, также нынче выпускница школы. Кроме того, Дана — претендентка на золотую медаль. Она победитель и призер многих всероссийских, республиканских конкурсов, научных конференций и олимпиад. Первый помощник классного руководителя. Имеет активную жизненную позицию. Увлекается баскетболом. Входит в школьную сборную по баскетболу. В составе сборной занимали призовые места в городских и республиканских соревнованиях. Выпускница детской школы искусств по отделению ударные и духовные инструменты. Хорошо играет на флейте, фортепиано, красиво поет. Елена Петровна Закирова. Учитель математики высшей квалификационной категории. Обладатель нагрудного знака «Надежда Якутии». Классный руководитель 11-го Б технологического класса. Мама двоих детей. Увлекается вязанием, приготовлением блюд. Любит читать произведения Акунина, Конан Дойля и Чехова. Елена Петровна ответственная, активная, веселая, задорная, юморная. Отличный учитель. Всегда поддержит и подскажет. Также просим любить и жаловать Бориса Корнилова, Кюнней Старкову и Киру Олисову. Все трое представляют национальную политехническую школу номер два города Якутска. Кира Олисова. Ученица 10-го класса школы номер два города Якутска. Упускница музыкальной школы по классу фортепиано, которая кончила с одной четверкой. Помимо этого, 6 лет она занималась танцами, а сегодня свое свободное время отдает учебе. А в частности, химии и биологии. Ведь перед нами будущий врач. Кюнней Старкова, одноклассница Киры. И она тоже планирует поступать на медицинский, поэтому сегодня, помимо учебы в школе, занимается в Малой медицинской академии. А еще Кюнней уклубленно изучает английский язык и скоро будет сдавать международный экзамен IELTS. Борис Сергеевич Корнилов. Педагог, отец, муж и футболист. Во второй школе отвечает за все мероприятия, будь то школьный конкурс красоты или научная конференция. А еще каждое лето Борис работает в школьном загородном лагере «Спутник», где, кстати, Кюнней и Кира были вожатыми. Прежде чем приступить к игре, мы должны решить, какая команда начинает первый ход, а первый у нас всегда начинает команда красных. Для этого каждой команде сейчас будут заданы по три вопроса, внимание, из школьной программы. И если вы на три вопроса ответите правильно, в этом случае, чтобы опять же определить, кто будет начинать игру первым, нужно будет кидать кубик. Вопросы будут заданы рандомно по таким школьным предметам, как математика, русский язык, биология, история, химия и даже английский язык. Вам придется вспомнить все, что вы проходили в школе. А вопросы задают учителя Якутского городского лицея, преподаватель филологического факультета СЛФУ и сотрудники Малой Академии наук. Поскольку мы первыми объявляли команду школы номер 29, вам задаются первые вопросы школьной программы. Внимание на наш экран. С каким государством Россия имеет наименьшую границу? Северная Корея. Максим у нас увлечен географией, поэтому это его конек. Ага, и не вызывает никаких трудностей. Ну давайте сверимся с Марией Ильиничной-Калякиной. Наименьшая граница России с Корейской Народно-Демократической Республикой. Абсолютно верно. Самая длинная тогда граница. С Казахстаном. Погуглим потом. Так, вторая школа. Вопрос вам. Внимание на экран. Назовите антисептик, который накапливается в морской капусте. Лисики, есть идеи? Вы готовы? Антисептик? В морской капусте? В морской капусте антисептик. Нет, не знаю. Не можно сказать. Не знаете, да? Давайте внимание на экран. Что нам скажет учитель биологии? В морской капусте накапливается йод. Так, пока одно очко у 29-й школы. Вам второй вопрос. Внимание на экран. Назовите самое короткое предложение в английском языке. Предложение go является самым коротким в английском языке. Вторая школа. Вам вопрос. Внимание на экран. Мой первый слог в линейных нотах. Два остальных – защита у животных. А целое соединит всегда. Деревни, села, города. Вот такой вот литературный вопрос. Какие ваши варианты по этому поводу? 29-я школа, по-моему, уже угадала ответ. Но вопрос был задан второй. Ну, если это связано вопросами с русским языком, то что-то связанное больше с морфологией. С морфимным разбором слова, не знаю. Да, и так далее. Пусть будет так. Я бы тоже не ответила на этот вопрос точно. Давайте узнаем, что скажет по этому поводу Дмитрий Жирков. Правильный ответ – дорога. 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 Дорога – это защита животных. Вот, 29-я школа угадала. Так, и третий вопрос для команд. 29-я школа. Внимание на экран. Как называется форма правления, при которой власть принадлежит одному человеку? Монархия. Монархия. Ну, так ли это? Форма правления, при которой власть принадлежит одному человеку, называется монархией. Монархия. Сколько у 29-й школы? Очков уже я сбила. Два. Два. Да, вторая школа. Вам последний шанс дается. Что такое световой год? Световой год. Так, вторая школа. Ваш вариант. Жаркие споры возникли. Девочки, Борис, какой ваш вариант? Могу предположить, что световой год – это период, за который Земля делает один оборот вокруг Солнца. Ну, предполагаю. Давайте сверимся, так ли это или нет. Световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за один год. Ну, и определилось, что 29-я школа у нас начинает игру первой, она становится у нас командой красных. Меняйтесь, пожалуйста, местами и усаживайтесь на диванчике. А правила игры таковы. Все участники разбиваются на две команды. Команда красных начинает игру первой и бросает кубик. Игрокам нужно будет объяснить своей команде слова или фразу с карточки, при этом нужно уложиться в 45 секунд. За каждое правильно угаданное слово или фразу команда приближается к финишу и победе. Каждый из членов команды в строгой очередности демонстрирует слово или фразу тем способом, который изображен на клетке игрового поля, где потенциально может находиться фишка. Но передвигаться можно только в том случае, если команда угадала слово или фразу. А вот если игроки не поняли расплывчатое объяснение товарища, фишка будет стоять на месте. Выигрывает та команда, которая первой дойдет до финиша. А теперь смотрим на саму карточку. Если нарисован говорящий человечек, значит нужно объяснить слово или фразу. В этом случае нельзя использовать однокоренные слова. Если нарисованы кисти карандаш, значит нужно немного побыть художником, чтобы попытаться изобразить слово или фразу на доске. Если на карточке вы видите маску, вам придется стать мимом и с помощью жестов и актерского мастерства объяснить членам своей команды нужное слово или фразу. Все поняли правила игры. Итак, мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой. И таким образом определим, какое задание ей попадется и сколько шагов она сможет сделать вперед в случае успеха. Кидают капитаны. Итак, Максим. Три. Значит, раз, два, три. Вам попадается желтая пантомима. Подходите к нашему столику, выбирайте абсолютно любую карточку, которая вам понравится. Сверху они все одинаковые. Никому не показывайте карточку, только нам. Вы должны это показать, не используя звуки и слова. Показывайте членам своей команды. Становитесь в центр нашего поля и по команде таймера. Время. Писать, ручка, пишет, письмо, карандаш, писать, написать. Второе. Что второе? Пишет. Одно существительное. Первое, второе. Ручка, писатель. Писатель пишет, ручка пишет. Автор. Ручка, карандаш, наконечник. Что? Писать второе. Нет, второе слово намет. Второе. Пишет. Пишет. Кто пишет? Кто пишет? Пишет. Школьник, учитель. Учитель. Писать. Где писать? Тетрадь. Чем писать? Кто пишет? Что пишет? Писатель. Пять секунд. Автор. Поэт. Два, один. Ну, почти. Переписка. Переписка. Максим, вот что означает вот ваш вот этот знак? Кулак. Секрет. Так. Так, вторая школа. Команда синие. Тоже кидайте кубик. Таким образом мы определим, сколько шагов вы можете сделать в случае успеха. Так. Четыре. Это получается у нас... Говорение. Говорение. Синее. Смотрим. Я вам подскажу. Вот. Вы должны объяснить вот эту фразу, не используя однокоренные слова. Словами объяснить. А, словами? Словами. Вам повезло. Тут говорить можно. Понятно, да? Синогима можно использовать. Так, становитесь в центр нашего поля. И по команде таймера приступаем. Минуточку. Показывать мне нужно. Да. Говорите. Говорить надо. Взгляд мой. Куда? Взгляд мой. Взгляд вдаль. Вдаль. Я смотрю вдаль. Словами, словами. Мои глаза смотрят. Я смотрю вдаль, я гляжу. Фразы точные нужно сказать. Говорите, говорите. Я смотрю. Вы используете однокоренные слова. Взгляд подальше, взгляд подальше. Я смотрю вдаль, взгляд вдаль, я гляжу вдаль. Взгляд. Я гляжу далеко. Я гляжу на горизонт. Взгляд, я смотрю вдаль. Этот ответ мы не можем засчитать, потому что Борис использовал однокоренное слово. Поэтому пока вы не двигайтесь. Но мы продолжаем. Команда красных продолжает игру. По очереди у нас кидает кубик Дана. Да, и нужно иметь в виду, что фразу нужно точно сказать. Так, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Рисовать вам Дана нужно будет. Выбирайте карточку. Желтое рисование. Это вот, чтобы ваши угадали именно вот это вот словосочетание. Так, тоже по команде таймера. Поехали. Время. Два слова. Первое. Подлежащее. Первое. Первое подлежащее. Второе. Как это очень интересно, да? Дождь капает, растет, снег, что-то, осадки капают, цветы растут, пыльца. Что-нибудь еще, пожалуйста. Что это? Семена. Семена. Растут. Семена посадили на даче, газон. Семена. Что сделали? Семена засеяли, посеяли. Пять секунд. Закопали. Писать нельзя. Все, время. Семена зеленые. Травы. Семена травы. Ну, дерево нарисовала. Ну, очень удивительно. Я, кстати, первый раз вижу. Траву так. Подлежащее указали, да? И дополнение. Как здорово. Молодец. Так, команда красных тоже пока не двигается. Синие приступайте. Ваш черед. Кюне кидает кубик. Не обязательно кидать оттуда. Вы можете с любой точки. Шесть. Так, у вас зеленая пантомима. Вы должны показать жестами, мимикой, без слов. Хорошо. Так, по команде таймера. Время. Время. Корона. Шляп. Что? Корону. Кидать. Кидать корону. Что? Что? Шляпа. Сила. Сила. Дарт. 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 Силь. Мышцы. Сила. Сила. Сила дартца. Король. Победитель в дартце. Победитель в дартце. Победитель. Чемпион. Чемпион в дарце. Чемпионат по дартцу. нет у вас есть время чемпион чемпион по дартсу под ротиком под ротиком время время но полная фраза чемпион чемпион по дартсу но это сложно угадать наверное практически невозможно но по дартсу чемпион по миру 3 фантомима время холодный напиток холодный напиток холодный ледяной еще освежающий освежающий напиток напиток нет не освежающий напиток нет освежающий холодный напиток холодный напит напился а вот это вот что это может означать до играйте доработайте додумайте придумайте разбивайте да команда синих 6 зеленая пантомима ой тоже по команде таймеров центр поля время маленький маленький низкий карлик ребенок малыш 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 ребенок первоклашка низкий ребенок карлик дали пул дальше зарядка маленькая гимнастика зарядка спорт активность качалка спортзал физкультура спортзал и скульт минутка спортзал спортивная зарядка спортивная зарядка спортивная спортивная игра спортивная игра спортивный спортивная тренировка тяжелая атлетика детский спорт комплекс вот как бы вы показали бы детский спорт комплекс 29 школа ребенка сначала хоть ребеночка ну так быстрее так и показывала до маленького ребенка он показал для начала дом и спорта что занимается но сложное словосочетание да и показать сложно так максим кидает кубик у нас еще ни одна команда не оторвалась со стартом тоже зеленая пантомима есть у нас тут задания сложные вот как детский спорт комплекс есть и попроще тоже вам нужно показывать вот это вот слово серьезно да показывать именно показывать вы готовы максим на время время существительное не важно давай тарелка есть кушать асток питание питание еда завтра суп 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 приправа солить солить бульон зелень добавлять зелень суп зелень приправа зеленый суп резать зелень укроп в укропчик укропчик травку какую-то выдернули суповая зелень и все вытравы суп соль три секунды осталось три слова для супа очень сложное сочетание команда синих продолжает игру кидайте кубик борис пока ни одна команда не шага задание попадается сложные 2 вам вам борис опять нужно будет объяснять говорить а вы поняли да так центр поля и по команде время гулять я гуляю 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 гулять ходить гулять ходить сколько слов гулять разгуливать а не гулять гулять когда сытый когда сытый сытый насытился я вышел гулять покушать пробежку поесть поеду гулять сначала вот начало гулять после того как насытился покушать погулять погулять покушать я насытился и пошел гулять пошел 3 секунды вышел на прогулку с полным животным время прогулка после еды гулять так команда красных до накидает кубик 2 тоже объяснять нужно вот это вот да нет вот это время это такой мужской аксессуар как здорово на 5 секунда и уже угадали наконец-то вы делаете через сколько минут кто-то сделал шаг довольно таки долго да давайте до синих команда синих тоже говорить объяснять словами время приправу которую мы используем почти всегда петрушка приправа приправа противоположное сахару укроп противоположное сахару соль 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 ура молодцы так кино и делайте шаг ваша фишка ваша передвигаются на два шага вперед до до рядышком становить стать ага ну я вас поздравляю первые шаги сделан наконец-то в этой игре команда красных давайте до финиша осталось немного два раз два тоже объяснять словами подходите карточку выбирайте смотрим на синее говорение вот словами время первый прием пищи завтрак со спиртным похмелье нет спиртным он с каким-то видом спиртного напитка бокалах и то вино с пузырьками банка тут теперь соедините завтра к шампанским верно такое словосочетание не для детей для детей для детей 1 2 ура ура молодцы так команда синик давайте продолжаем один один так это желтая пантомима нужно будет объяснять и вот время это круг уже форма а скрипка 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 гитара скрипка скрипка чехол чехол скрипки чехол скрипка чехол и волнистый чехол большой чехол квадратный чехол открыть чехол а положить положить скрипку в шкаф 5 секунд поиграла со скрипкой положить чехол в шкаф скрипучий шкаф время поиграла нас по на скрипке положила в шкаф нет на самом деле какой было вот я для скрипки футляр для скрипки но чехол до рядом совсем было команда красных давайте теперь вы максим кидает 5 5 1 2 3 4 5 нет пропускайте зеленая пантомима получается так зеленая пантомима вот вам нужно показать сказать без слов время одежда ты школьник ученик мужчина мужская борода борода мужчины докрутить мужская борода что тут волосы щетина небритость подбородок борода прям борода 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 бородатый мужчина борода мужчины борода мужчины пишешь жертвы пишешь колова день и кудрявый писатель что с бородой лев толстой пушкин 5 секунд бороду это какой-то писатель или поэт с бородой нет 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 просто время мужчина с рыжей бородой с рыжей с рыжей вот как бы цвет можно было показать как мне кажется это почти невозможно так команду синий давайте продолжаем нужно будет догнать и перегнать команду красных сложная игра борис нет веселая веселая так раз два три рисовать борис вам нужно убираем карточку смотрим на желтое рисование так можно будет подойти вам нужно носить вот это легко да так минутку по команде время треугольник треугольник тихо тихо что мост бикини купальник все делайте шаг на три шага вперед ой синяя фишка торжественно передвигается ура раз два и три ура команда красных давайте ваша очередь шесть раз два три 4 5 6 рисовать я вам подскажу вот рисовать время море второе первое море первое море второе море так ты начал запутаешь еще больше морское что-то морское что морское впадина морская впадина морская глубина на морском дне морское дно абсолютно верно так торжественно передвигайте фишку красного цвета она у вас 1 2 3 4 5 6 хороший рывок вы сделали команда с них давайте не отставайте я вообще как ответственно я тоже на шесть так раз два рисовать опять смотрим розового цвета рисовать еще пока нет время человек что это бабочка бабочка море вода к человек на море человек море человек в реке человек в воде купается 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 человек купается человек 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 что это не фигурты река река это что человек время в бассейне время какое слово пловец 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 мы были направлены пловец был да вода и человек так команда красок вот я воду и потом 4 1 2 3 4 опять нужно рисовать вот это да вот это не вот это а вот это время человек несет идет в гору человек идет скажу глагол идти подниматься и в гору подниматься на вершину по карьерной лестнице подниматься по карьерной лестнице если нести рюкзак нести несколько внести гору путешественник на 4 альпинист подниматься на скалу на море 3 секунды cruel Какое слово сочетание? Путешествие по горам. Путешествие по горам. Ну как, я не знаю. Простите. Сложное слово сочетание. Так, давайте команда синих. Нужно будет догонять красных. Два. Да, рисовать розовые рисования. Вот. Так. Время. Первый. Один. Ага. Кот. Кошка. Питомец. Хвост. Кошка. Белка. Белка. Верно, белка. Все белка? Все, да. Молодцы. Здорово. Так, два шага вперед делаем. Ура. Раз, два. Команда красных. Шесть. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну если вы ответите правильно, вы выиграли. Голубой фон пантомима. Вот. Оу. Оу. Своими воскликами напугали, да? Свою команду. Время. Ногти красить, красить ногти. Маникюр. Маникюрщица. Маникюр. Лак для ногтей. Маникюрщица. По другому. Массе маникюра. Ногти. Ногти. Маникюр. Красить. Красить. Маникюр. Делать маникюр. Маникюр сам по себе. Красить. Лак. Ногти. Одно существительное. Ногти. Маникюр. Много красить. Что? Приклеить ноготь. Нет, одно слово существительное. Одно слово существительное. Одно слово существительное. По-другому как ты можешь показать? Ногти. Ногти красить. По-другому можно полировать. Встреча. Ногти. Три, два, один. Время. Маникюр. Маникюр. Она нога? Я думала, она в гад. Маникюр. Я не разбиралась. Я вот так и думала, что скорее всего он не понимает, Ну, я не разбираюсь в пятигермании. Хотелось бы не сказать. Борис, вы бы показали бы. Вы правильно бы показали бы. Я не разбираюсь. Руки, ноги. Так, вторая школа. Два. Раз, два. Говорить. Борис, вам опять говорить? Опять говорить. Говорить вам. Объяснить словами. Руки. Время. В цирке выступает наверху. Один. Акробат. Вверх. Молодцы. Кира, молодец. Двигаем фишку. Раз, два. Да, вы почти догнали команду красных. Команда красных давайте. Да, нам? Да. Осталось совсем немножко до финиша. К концу игры задания чаще всего бывают сложными. Так. Вам не попадалось еще. Вы рисовали и объясняли. Так, я вам подскажу вот это. Время. Квадратный дом. На существительное. Открываем крышка. Крышка, коробка. Открываем что-то. Открываем. Положить коробку. Что в этой коробке? Что в этой коробке? Ничего, она пустая. Одно существительное. Бокс, коробка. Открываем, заворачиваем. Накрываем. Открыть. Открыть. Книга. Открываем. Журнал, газета. Существительное, я поняла. Одно. Что это? Атлас журнал. Показатель. А, нет, существительное. Фейерверк, журнал. Салют. И пять секунд. А, ну что это? Фиша. Телевизор. Это сундук. Вот сундук, да. Да. Максим, вы как показали бы сундук? Сундук. Ну, изобразил бы то, что он стоит. Да, тоже открываем. Ну, там типа... Деньги, да. Деньги, да. Деньги там что-то такое. Может быть, вот это запутало бы как раз, может быть, да? Да, ну, может быть. Вторая школа кидает кубик. Кюней. Пять. О, раз. Так, раз, два, три, четыре. На кону победа. Да, на кону победа. Голубой фон, фантомила. Я вам подскажу. Вот. Я показываю, да? Да, вы без слов, без звука, вы показываете. Так, по команде. Время. Одно слово. Мешать. А, вытирать, протирать пыль. Что? Протирать пыль. Уборка, уборка. Генеральная уборка. Одно слово. Уборщица? Уборщица. Консервка. А, нет. Сейчас. Уборщица. Уборщица. Горничная. Горничная. Ну, все. Двигайте торжусь на вашу фишку. Так, вот так вы получаете, да? Нет, на обратную сторону. Раз. Раз, два, три, четыре, пять. У-у-у. 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 Это уже второстепенно. Вы отчаялись, победите, не победите? Были такие мысли? Нет. Было главное повеселиться и немножко такой соревновательный, здоровый дух появился, чтобы не отставать. Адреналин, да? Да. Такое вот веселое. Какое задание было для вас наиболее легким? Рисовать, изображать или объяснять словами? Наверное, изображать. Ну, и рисовать тоже. Рисовать, да. Самое сложное словами, потому что следить за однокоренными словами, это сложнее. Идет, идет. Интересно, так. 29-я школа. Вот для вас что было легко и что сложно, наоборот? Ну, самое сложное было это пантомима, а самое легкое словами объяснять. Для вас, наоборот, словами было легче, да? Пантомима почему вызвала вот такие трудности? Какое слово было сложное? Сундук, наверное. Сундук. Сундук. Мужчина с рыжей бородой. Петрушка для супа. Как показать вообще, не знаю. Максиму как раз-таки достались самые сложные словосочетания. Вот если бы я разбирался в такой педикюр, маникюр, вы бы выиграли. Да. А так здорово. Очень здорово. Хочется поле немножко вот так удлинить, чтобы подольше поиграть. Очень здорово, очень весело и интересно. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей игре. Я поздравляю всех вас, команду «Синих» особенно. Вы молодцы. А на этом мы прощаемся. С вами были мы, Ларина Сукуева и Лена Андреева. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова